Новые сорта зерновых овощей, сои и фасоли вывели ученые Дальневосточного НИИ сельского хозяйства. Его сотрудники годами трудятся над созданием сортов, адаптированных под региональный климат. В случае успеха исследования получают патент и становятся доступны для местных фермеров. Результаты труда ученые ежегодно демонстрируют в специальной комиссии. Вместе с ними в полях побывала и съемочная группа телеканала Хабаровск. Каждый росточек на этих экспериментальных полях – дело жизни сотрудников научно-исследовательского института. Представьте, чтобы вырастить одну культуру, часто требуется 7, а то и целых 10 лет. Все это время ученые кропотливо работают и терпеливо ждут результата. Огурчик удлинен на овальной форме со сбегом к вершине. Горечь очень полезная. Она, получается, предотвращает, способствует уменьшению развития раковых клеток. Мы находимся на участке государственного сорта испытания нового сорта ДЕРСУ, который мы передали в прошлом году в государственное сорта испытания в Москву. Если их устраивают все данные, то они дают патент на него и авторское свидетельство. И его включает в государственный реестр селекционных достижений. И с этого момента его можно выращивать на полях различных у фермеров. Что вы чувствуете, когда видите плод своих таких долгих многолетних трудов? Конечно, гордость. Это же очень кропотливый труд. В ней я работаю уже 8 лет. На кукурузу просто пришла. Поступила в аспирантуру, а чтобы закончить аспирантуру, нужно написать, соответственно, работу. И на чем-то нужно писать. Вот это у нас метелка начинает уже пылить. В этом году очень рано за счет того, что условия такие сложились. Это у нас початок уже цветет. Называется перспективный почему? Ну, потому что он в перспективе должен быть очень хорошим. На что пойдет? Он пойдет на корм скоту, скорее всего. Приемка опытов проводится у нас ежегодно. И стараемся проводить ее в одно и то же время. То есть, где-то 17, 18, 19 июля. Чтобы показатели по всем были объективны. Цель этого мероприятия – это проверить состояние полевых и лабораторных опытов и методического уровня. Для этого у нас создается комиссия из ведущих специалистов по каждой отрасли. Мы в институте выполняем задания государственные по программе и проведения фундаментальных исследований Российской Федерации на долгосрочный период. В настоящее время мы работаем это период 2021-2030 годы. Вообще цель исследований нашего института – это создание оригинальных семян. Здесь у нас ведется селекция по зерновым. Это пшеница, овес, ячмень, третикали, по сои, по фасоли, по гороху, по овощным культурам. Перспективы есть. У нас институт очень сильно омолодился, кадры омолодились. Поэтому перспективы есть хорошие у нас. Люди науки – это вот другие совершенно люди. Это их жизнь. Вот не надо их подталкивать, что говорить. Вот если она знает, что сегодня ей надо проводить наблюдение, сотрудник, будет это суббота, либо воскресенье, будет либо дождь, она все равно сама придет. Не будет никакого приказа. Сейчас у нас автобус сломался, но сотрудники все вовремя как добираются, кто как. Все на работе, полдевятого все на работе и все поехали в поля. Потому что ваша работа – это призвание. Призвание, да. Это цель нашей жизни. Это наша жизнь. Анастасия Незнанова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.